Здравствуйте дорогие друзья, вы на канале Альтернативная История, меня зовут Сергей и сегодня я покажу вам свою сборочку модов к нашей любимой стратегии студии Paradox как Хойка 4, которые дадут нам возможность создать совершенно новую игру, то есть Hearts of Iron 5. Итак, друзья, 28 модов это полностью совместимые моды, дающие возможность на улучшение графика, добавляющие новые решения, фокусы, дипломатические действия, новые интересные фишки, изменяющие геймплей. В общем, 28 модов действительно переработают игру, поэтому я как автор буду только рад, если вы поставите данному видеоролику лайк, подпишитесь на канал, желаю всем приятного просмотра, а мы начинаем. Итак, дорогие мои, так давайте же начнем наш обзор Чеховечка 5 на нашем альтернативном канале и первое, что хотел бы я вам показать, это новую улучшенную графику самой игры. Во-первых, стала более детализированность объектов, более хорошая прорисовка, добавлены новые провинции, ландшафт, реки, все это в совокупности дает возможность ущутить полноту атмосферности той эпохи, то есть эпохи второй мировой войны. Я поставил для примера 2-3 моды, но данная модификация мне наиболее понравилась, а также является хорошим нововведением то, что более 90% лидеров стран доступных обзавелись своими реальными портретами. Тут вам и Сталин реальный, тут вам и премьер-министр Канады, Франклин Делану Рузвельт, советские лидеры, французские лидеры, лидеры Рейха. И еще важным нюансом является то, что мы можем настроить компьютерный интеллект, как он будет себя вести в нашей игре. Что это означает? Мы выбираем себе режим. Режим может быть нормальный, испытание исторический, случайный, в принципе ничего нового, но в зависимости от какой вы режим выберете, то будет и отображаться сама игра. То есть если вы выберете историчность, сам компьютерный интеллект будет делать упор на историчность. То есть дивизии, фокусы, все это будет отображаться, друзья, более в реальной исторической эпохе. И функции, настройки, которые мы можем обширно сделать, они достаточно, ну честно говоря, правдоподобные и обширные. Еще есть хорошее нововведение то, что мы можем настроить исторический ограничитель количества дивизий. Мы можем принять, ограничить спам компьютерного интеллекта или же не в этот раз. Также неофициальный патч, который дает нам возможность настроить на сами войны, на саму Германию, такие союзники, как они будут себя поводить, вести. То есть с упором на историчность или же вообще уйти в альтернативную реальность, в зависимости от кого мы будем играть. Но данные функции и нововведения, как по мне, достаточно хорошие, друзья, потому что настройка своей игры это большой плюс. А второй важный момент это обширная дипломатичная игра. Теперь мы можем навести эмбарго в нашей стране, можем поставить ультиматум в данной стране, можем договориться о конфедерации, послать, ну в принципе, ничего такого по стути стабильного. Но есть еще также очень важный момент, то что во время войны, когда она начнется, друзья, смотрите, ультиматум мы послали, к сожалению, не все переведенное. Но я думаю, что в будущем данные модификации, которые я добавил, обзаведутся своими, ну по сути, русификаторами. Мы объявили войну, вот смотрите, Польши. Сейчас, когда война идет, если она идет хорошо, тогда все действительно прекрасно. Но если данная военная операция затянется, и у нас нет шансов на победу, мы можем договориться и предложить мирный договор данному государству, как Польша. То есть, сепаральный мир, мир на обширных таких условиях, как, не знаю, воплата репараций, разоружение. Нации такого не было, но для меня, как игрока, который множество времени посещает Харсов Айрун-4, для меня дипломатия очень важна. Потому что не все решается силою. И с помощью данными модификациями, которые я установил к нашей Хойке-4, у нас есть возможность обширной дипломатии. Не приходится воевать, не приходится воевать вот так до победного конца, чтобы все 100% добить врага. Если нам не идет игра, и враг готовый подписаться с нами в сепаральный мир, я бы его к черту и подписал. Поэтому обширная дипломатия, как для меня, для игрока и ценителя Харсов Айрун-4, Хойке-5, очень действительно, друзья, важная. Также хотел бы подчеркнуть то, что большинство стран, таких как Германия, Советский Союз, хоть я не нашел фокуса, но Германия, Франция, Великобритания и другие некоторые державы обзавелись новыми своими фокусами. Сейчас у Германии есть очень большое количество фокусов, это и на коммунистичный строй. Впервые за всю историю, хотя в новом дополнении, такие скандинавские страны, как Финляндия, Швейця и Норвегия обзавелись своими фокусами, но я, честно говоря, установил фокусы для данных стран, и сейчас скандинавский мир может развиваться, ну, как он захочет. Или же склоняться в сторону мирным путем Гитлерову, к Сталинову, к Рузвельтову и другим лидерам, но фокусы на скандинавских стран тоже хорошая инициатива. Есть фокусы и в Ирландии, и в других странах, ну, не знаю, в Латинской Америце, в Северной Америце, потому что... ...модов я установил как раз акцентом на расширение фокусного дерева в разных странах. Особенно, друзья, особенно подчеркну то, что в Польше, нашей любимой советской или же, да, фашистской Польше будущей, есть настолько большое, огромное дерево технологии, дерево, по сути, фокусов, что альтернативная история для Польши может развиваться, ну, в любом направлении. Игра остается, ну, непредсказуемой, потому что если вы отключите историчность данного мода, вот в настройках, то тогда у нас, друзья, альтернативная история может развиваться в любом направлении. Еще хорошим новым делом есть то, что технологии на этот раз стали более обширными. У нас нету шаблонов на, там, 45-46 год, у нас есть дерево технологии, которые на этот раз обширные до 1963-62 года. Это тоже, я считаю, хорошим нововведением, потому что мне всегда не хватало технологий, которые усиловали бы германский рейх или же любую другую страну, за которую мы будем играть. Поэтому технологии есть, ну, как по мне, инициатива прекрасная. Также вы можете, друзья, в данную модификацию, с данной сборкой создать разные страны. Вот, например, самой Германии, Великого Германского рейха, у нас есть, ну, смотрите, друзья, более 10 стран, 10 реальных, существующих на тот момент стран или когда-то в истории, создать их и играть. Играть создавая новую альтернативную историю. Множество провинций, расширенных провинций, тоже дают возможность для создания новых стран, как и в Советском Союзе, так и в Польше, Германии, ну, в любой стране, в которой есть какая-то претензия с реальной исторической складой, есть возможность создать новые страны. А по мирному договору или же там уничтожая страну, освобождая какие-то территории, для меня это тоже является прекрасным, потому что мне всегда не хватало создания новых стран, новых буферных зон, которые в будущем бы отображали, ну, правдоподобность исторической эпохи. Итак, друзья, как-то так вот мы пробрали дипломатию, технологии, фокуса, настройка. Это не все, конечно же, потому что есть и более хорошие инициативы. Хотел бы подчеркнуть то, что впервые мы можем использовать пропагандскую кампанию. Никогда не было, но не хватает пропаганды, потому что пропаганда была важным фактором Второй мировой войны. Тут у нас есть, вот смотрите, друзья, большое обширное дерево решение, которое расширилось действительно на пропаганду. Мне очень понравился данный мод, потому что сейчас пропаганда влияет как и на внутреннее составление нашего государства, так и на разные государства. С помощью пропаганды можно создать достаточно хорошее впечатление о Германском рейхе. И соседние страны могут принять нашу идеологию, и я считаю, что это круто. Это действительно круто, друзья. Ну что ж, как-то так, более обширное дерево решение, которое доступно в игре. Плюс ко всему новостные сообщения, которые я скачал, вот мод, дающий нам возможность на разные, вот действительно разные исторические решения. Нужно играть, друзья, я бы вам показал кампании, каточку нашей игре, потому что я протестировал мод, доиграл там до 1938 года. Там у нас было решение с Аргентиной, с разными европейскими странами, африканскими странами, играя за Третий рейх, можем влиять на них, можем создавать какие-то клики, можем решения предпринимать. Ну, в общем, сборочка модов, которую мне удалось создать, это ванильная Хоечка 5, будущая, возможно, Хоечка, которая выйдет через год или два, я думаю, что через два, потому что разработчики еще постараются допилить нам некоторые обновления, дополнения, улучшающие Хоечку 4. Но я, как автор, говорю спасибо за просмотр данного видеоролика. Если вам все понравилось, давайте напишите в комментариях свои впечатления. До свидания всем, друзья, и хорошего времени суток.